Радио Минск. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС снова на связи. В эфире Минск чрезвычайный. Мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно цифры статистики. Начало года в столице на пожары ИЧС спасатели совершили более 1740 выездов. На пожарах погибли 17 человек. Один из них сегодня ночью. 26 человек, в том числе один ребенок, пострадали. 1812 человек удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. Далее об этом более подробно. Минск чрезвычайный. В понедельник помощь спасателей понадобилась братьям нашим меньшим. Во второй половине дня в службу 101 от сердобольных граждан поступила, на первый взгляд, странная просьба спасти двух кост, которые гуляли в окрестностях акватории реки Свислочь и застряли в элементах дамбы водохранилища ТЭЦ-2. Для помощи заблудившимся парнокопытным работники МЧС использовали спасательные веревки. Животные благополучно оказались на берегу. Ни одно из них не пострадало. Во вторник утром на Минской кольцевой в районе Ждановичей столкнулись три автомобиля. Водитель Пежо, перестраиваясь в средний ряд, столкнулась с БМВ, шофер которого не успел среагировать на маневр французского универсала. От удара Пежо налетел на Вольво, а дальше все произошло по инерции. Спасателям пришлось извлекать женщину, которая находилась за рулем Пежо с помощью специнструмента. Ее вместе с пассажиром госпитализировали. Минск чрезвычайный. Более 70 лет прошло с окончания Великой Отечественной войны, но эхо войны по-прежнему дает о себе знать. Более двух тысяч артиллерийских снарядов и почти 200 взрывателей времен войны обнаружили рабочие при проведении земляных работ на территории Минское лицопарковое хозяйство в заводском районе. Данные об этих находках поступили в столичную службу спасения в среду и четверг. Все боеприпасы были изъяты саперно-пиротехнической группой для дальнейшего уничтожения. По словам специалистов, во время войны на улице Красина мог быть немецкий склад. Закончилась неделя в городе трагически. В воскресенье на пожаре погиб 59-летний мужчина. Сообщение о возгорании на улице Куйбышева поступило от соседей вечером. Из балкона одной из квартир на девятом этаже вырывались языки пламени. 61-летняя хозяйка жилища самостоятельно покинула помещение, а вот ее сожитель остался в квартире. Спасатели обнаружили бездыханное тело мужчины на полу. Пострадавший был передан в руки медиков, однако спасти его не удалось. Причина пожара устанавливает. Минск чрезвычайный. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. В конце хотелось бы напомнить. Каждый год горожане сталкиваются с проблемой того, что в подъездах на балконах под оконными карнизами заводятся осы. Только за последнюю неделю минские спасатели выезжали около 10 раз на подобные вызовы. Люди регулярно сообщают о подобных проблемах спасателям. Но для МЧС уничтожение осиных гнезд не является прямой обязанностью. Это не чрезвычайная ситуация. Исключение, когда это касается детского или медицинского учреждения. Если осы завелись непосредственно на балконе у жильца, то в большинстве случаев исправлять ситуацию придется самостоятельно. Если же гнездо появилось в местах общего пользования, тогда необходимо обращаться к коммунальщикам. Так как за вопросы санитарного состояния и избавление от насекомых отвечает собственник и балансосодержатель здания. МЧС советует гражданам постоянно следить за своим жильем и не допускать, чтобы насекомые устраивали там свои гнезда. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск... Минск...